В общем сейчас сделаем краткий анализ по проекту BRC20 и в частности по их монетизации, которые сейчас торгуются на всех практически популярных биржах кроме Binance. Длился на Bybit, вот я буду смотреть по Bybit. Длился на 9 числа, в принципе чуть ранее было залечено Мекси и Кукоине, в принципе пару торговых дней прошло, то есть до этого момента. В пике я помню 5 или 6 долларов точно было на Кукоине. При листинге в 0.8 по-моему цена была изначально, то есть в целом если брать, то от 0.8 цена 2x как бы держит, вот я не думаю, что она упадет еще ниже, все это примерно максимум 2.5 сходить. Проект в принципе перспективный, единственное что пока что не так много взаимодействий всяких там конкурсов для комьюнити и так далее, поэтому территории они не очень активно привлекают, поэтому соответственно цена токена собственно не растет. Сейчас рынок, да, рынок сейчас не очень, немножко в коррекцию пошел и соответственно цена токена сильно. Мы можем отметить вот эту зону, да, в инфикаторе посмотрим. Эту зону, с которой мы уже второй раз, это зона спроса. В принципе до зоны supply мы можем дойти в ближайшее время. Те же 16 процентов, но в приоритете это вот эта зона естественно 2.9 доллара. Как мы можем тут дойти? В целом это может произойти либо на каком-то пампе, либо же на анонсе какой-то серьезной новости. Те же, если будет рынок в целом весь сам расти сильно, то идти. В каждом я думаю будем торговаться, ну вот в этой области получается и будем возможно тестировать зону supply. Позже, если мы тут закрепимся в зоне supply в этой, то можно будет идти сюда непосредственно в следующую зону, к 3 доллару. В целом это будет живучий настрой по этой монете и можно будет замахиваться на перехай за 5 долларов. Но за 5 долларов это вообще произойти даже что-то серьезное, это лестник на бинансе, я думаю, какой-то либо же просто обычный рынок сейчас еще будет не скоро совсем. Много сейчас компаний идет по данному проекту, но эти компании до сих пор идут, нету никаких анонсов, непонятно что по датам. Вроде есть взаимодействие с комьюнити, вроде бы его нету, нету дискорда никакого, то есть никакой специальной компании от этого проекта. Сезон наград тоже нету пока что. Просто проект сейчас залишился и такой на грани ожидания какой-то новости, либо же провала. Потому что если не будет никакого развития проекта, то цена будет постепенно скатываться вот так вниз, плюс дойдет до времени пока. Там же был краудфандинг, практически все токены сейчас в руках у комьюнити. И, соответственно, там фанды всякие выключили, естественно. И эти ребята сейчас в двух иксах могут спокойно начать продавать по полтора. Все равно будет в плюсе, да и по единичке будет в плюсе. Но пока что, я думаю, они держат и будут держать, пока проект залишился и недавно. Ему всего примерно месяц, ну даже может быть полтора. Они там мудят темку с Unigraf, и понятно, что из этого выйдет. Unigraf тоже ученого проекта в сети BTC. Что можем заметить, это вот то, что у них есть стейкинг, и также есть площадка с запуском других проектов в систему BTC. Также стоит отметить, у них в первом квартале выходит запуск суперприложения на телефон, либо же в браузере это будет, я пока не совсем понимаю. И, ну, впоследствии эта новость может сильно залезть токен, запампить токен. До 3 долларов как раз таки, как я и говорил. Но до тех пор будет цена либо падать, главное, чтобы она не ушла ниже вот этой зоны. Потому что мы можем идти туда еще ниже, до 1.4, до 1.3 спокойно вообще. А вот цена, если выйдет в суперприложение вот это, и выйдет какой-то еще анонс по бирже, то есть если мы можем заметить... По биржам, в принципе, уже леститься особо-то и некуда, да? То есть у нас есть MEX, биджет, FABIT, HTX. По-моему, gate еще есть, только тут почему-то не высвечивается. По-моему, должен быть еще gate. Ну да ладно. В целом, вот эти биржи, особенно Bybit и HTX, в принципе, очень хорошие биржи для такого среднего проекта. Про листик на Binance можно забыть, так как у проекта денег не так много. И это не самый популярный он, соответственно, листик на Binance полностью можно отменить. По причине того, что Binance либо ты заносишь ему большую котлету, либо же... Огромное количество людей может к себе привлечь данный листик. Так как здесь еще и supply, типа 100% выпущен, как бы... Бинанса от этого, как бы, особо-то и нету выгоды никакой. Но важно отметить, что капитализация 40, вот, и она в целом держится, и... Для такой компании, для такого проекта... 40 миллиардов это, в принципе, нормально. Есть куда падать, конечно, но... Что All Time High был 9 долларов, да? Ну, это, там, залезли на биржу, естественно, но... Это, как бы, мы не будем брать во внимание. Ну, справедливая цена, это вот, как бы, капа... Получается... Ну, 100 лямов, я думаю... 100 лямов капа, это нормально. Это, получается, еще с текущих 2.5x, это будет цена 5 долларов. То есть, 5 долларов, я думаю, цена справедлива для этого проекта. Но такое возможно только, если будет... Вымскать какие-то обновы еще и так далее. И плюс будет рынок способствовать, я думаю. Ребята, которые закинули в стейкинг, тоже будут... Онлочить токены свои. Поэтому... Тоже будет давление на продажу. Давление на стакан большое, поэтому... Посмотрим, что из этого выйдет. А так, проект мне в целом нравится. Я выполняю зелье компанию. И... Очень надеюсь, что... Проект... Себе оправдает... Прежде всего, оправдает... Мои ожидания и ожидания комьюнин... Инвесторов. Продолжение следует... Продолжение следует...